Создание внутренней угрозы геноцида – тихчайшее преступление. 10 мая Институт Лемкина по предотвращению геноцидов выступил с заявлением, которое начиналось словами. После геноцида в Арцахе Институт Лемкина по-прежнему привержен активной профилактической работе на Южном Кавказе, одновременно выступая за справедливость и ответственность. Примечательно, что заявление, в котором речь идет о загадочном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в отрицании геноцида. Начинается с упоминания геноцида в Арцахе, продлившегося с 2020 по 2023 год и завершившегося массовым исходом армянского населения с исконной земли. Причем, Институт подчеркивает, что никогда не вмешивается во внутренние дела государств, если нет внутренней угрозы геноцида. Очень четкое определение – внутренней угрозы геноцида. Премьер-министр Армении действительно сам, своей безграмотной политикой, создал угрозу в Арцахе, а теперь уже и в Армении. Преступность деятельности Пашиняна заключается в том, что он взваливает ответственность за геноцид армян 1915 года не на власть кемалистов, а на армянский народ, который своим свободолюбием или выбором заставляет геноцидальных соседей истреблять целый народ, по собственному желанию, только за то, что они – армяне, только потому, что, по их мнению, армяне мешают им жить. Если вспомнить обращение Пашиняна к армянскому народу в день памяти жертв геноцида 24 апреля, то он сказал следующее – армянский народ, не имевший государственности, утратил свою государственность столетия назад и по сути. Забыв традиции государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний, лишившись прежде всего политической мысли, способности играть по правилам, понятным миру. То есть, премьер Армении вполне осознает, что народ, не имеющий государственности, становится разменной монетой в геополитических играх. И при всем этом Пашинян сам разлагает государственность страны, которую возглавляет, и лишает ее суверенитета. Причем, глава государства сам, своей недальновидной и преступной политикой, нарушая Конституцию и Декларацию о независимости, подводит нашу страну к новому геноциду. Доказательством тому – соучастие в незаконном русско-турецко-азербайджанском плане по ликвидации государственности Арцаха и сдаче его Азербайджану. Но, оказалось, этого недостаточно. Пашинян практически согласился сдать врагу стратегические высоты в Армении. Более того, это не просто высоты, с которых азербайджанские контролируют всю территорию Армении, ее транспортные артерии, газопровод и так далее. Азербайджанские войска засели на истоках всех водных ресурсов Армении, что грозит экологической катастрофой для всего населения республики. Азербайджан вплотную приблизился к главному водоему пресной воды Армении – озеру Сиван. Еще одним доказательством создания внутренней угрозы геноцида является незаконная сдача земель в Тавуша, где разрушена линия соприкосновения. А по сути, открыта линия фронта, нейтральная зона, разминирована для свободного проникновения азербайджанасских войск на территорию армянских сел. Что происходит, когда азербайджанские головорезы оказываются в армянских населенных пунктах, известно еще с 2020 года, когда в Гадруте, Шуши и других местах были зверски обезглавлены, расчленены, расстреляны мирные жители, а судьба многих неизвестна по сей день. Своей преступной политикой, под прикрытием делимитации и демаркации, Пашинян уже поставил под угрозу жизни жителей по меньшей мере нескольких сел Тавуша. Под угрозой оказались жизни людей, которые будут проезжать из Армении через дорогу, связывающую ее с Грузией и внешним миром. Поскольку межгосударственная дорога теперь легко будет простреливаться азербайджанскими ВЁЕС, в зимний период жители Армении окажутся под угрозой замерзания, потому что под контроль Азербайджана может перейти газопровод. Как видим, институт Лемкина не просто начал свое заявление с упоминания геноцида в Арцахе. Отработанные в Арцахе сценарии геноцида посредством создания невыносимых условий для нормального функционирования государственных институтов. Сдача Карвачара и Кашатага, сдача гуманитарного коридора, блокада и жизни населения теперь применяется в Армении. Пашинян и его властная команда, видимо, не осознают, что предстанут перед судом за создание внутренней угрозы геноцида. Похоже, жажда удержания власти лишила их здравомыслия. Продолжение следует...